добрый вечер всем сегодня у нас будет предпоследнее занятие проведем мы его немного быстрее потому что осталось в принципе одна программа для знакомых это компас сейчас занять у нас был мастеркам в среду более серьезная потому что мастеркам является система гибридного типа каткам то есть там мы рассмотрим не только построение геометрии а также и выполнение операций с по получению управляющих программ а также возможные симуляции и для первого случая и для второго случая данном случае как здесь а скон мы будем использовать программы учебного типа первая по а скон я вам дам ссылку на программу компас и это производитель собственно компас 3d по мастеркам есть точно такая же ссылка чуть позже мы ее также найдем вы можете предустановить как раз до среды и в среду мы ознакомимся немного вводно с этой программы кого будет доступ к нашим аккаунтом учебного типа даже после окончания данного курса то получается где-то через месяцев пять когда следующий раз группа подойдет к инженерной графике мы будем рассматривать например их трех четырех занятий вместо программы альфа кам другую программу это вероятно будет solidworks поэтому у вас будет доступ к этим файлам дополнительно для самообучения смотрим такую среду который можно проектировать трехмерно то есть так как это мы смотрели solidworks программа называется право называется компас компас 3d я думаю что многие из вас встречались с этой программы сталкивались с ней во первых кто живет в россии потому что программа производства российской федерации она устанавливается принципе в снг неплохо и продается что нужно сказать во первых что эта система только кады то есть она в результате да мы получаем не управляющую программу а мы получаем собственно кат кат файл в формате 3dm потом мы можем его сохранить в любой другой формат при необходимости меня показывает что микрофон прям зашкаливает меня так громко слышно или как обычно пишите чтобы я знал отлично хорошо тогда буду подлагивает я понял как обычно хорошо ну сейчас переключусь на другой интернет минуту скажите как он окей переключимся на другой интернет я тоже вижу что громко но честно я не не могу понять почему ничего не про не изменилось сейчас попробуем переключиться еще микрофона минутку окей ну так минуту дать посмотреть я просто действительно вижу что поднимается значок микрофона прямо до максимума понятно почему 1 2 3 окей настроил настроил его немножко потише сейчас нормально сейчас нормально не слышно ясно минутку тогда скажите сейчас нормально либо сделать как было как первый раз первый раз я понял хорошо тогда будет автоматически минутку было так хорошо давайте тогда попробуем провести что происходит зумом последнее время компас 3d да это программа которая российская система трехмерного проектирования то есть мы вы имеете возможности ее установить сайт сайт а склон room ссылки я вам скинул смотрите что есть возможность установить как версию демонстрационную пробную последней версии компас 3d так и установить собственно облегченную версию которая называется компас 3d лт вот я установил именно эту версию версию в 12 на нее можно использовать для домашних целей а также для учебных целей то есть домашнее использование учебных целей мы рассмотрим немного данную программу по второй ссылке которая у вас есть чате вы можете ее скачать нажать сюда заполнить некоторые данные то есть как обычно мы делаем при установке программного обеспечения это фамилия имя страна город имейл видите никаких как бы сложности нет никаких дополнительных личных данных код для получения видеокурса если вы где-то нашли то вы все вводите нужно ли получать новости отправить и скачиваете программу она приходит вам на почту кроме этого есть возможность ознакомиться с обучающим материалами также с видеокурсами в сети интернет и не только в принципе есть достаточно много разной информации в виде видеокурсов по этой программе на нашем сайте лично нет но в принципе у меня есть большой пакет видеозаписей и буквально недавно появилась идея обратиться именно к автору данному чьи записи я имею для того чтобы получить разрешение и установить их на сайт для текущих клиентов поэтому посмотрим что с этого получится пока вы можете просматривать записи через сайт официально либо в интернете предположим что вы установили систему и здесь мы можем видеть следующее то есть при первом старте вид приложения настраивается вы можете опустить этот диалог либо установить его оставить его в случае каких-то постоянных изменений устанавливаем стиль приложения то есть кому как удобно по умолчанию стоит microsoft office 2003 то есть такая настройка она соответственно меняется закладки документов если нужно расширенные подсказки ну и можно убрать например этот диалог при запуске применить настройку либо нажать ok для того чтобы закрыть данную вкладку данный диалог и в результате использовать текущие настройки которым опять же можно вернуться то есть мы можем постоянно возвращаться к текущим настройкам открывается справка показывается что это именно ограниченная версия LTE то есть и ее отличие от профессиональной версии можно сказать что ну самый такой главный нюанс в том что вы не сможете ее использовать для промышленных целей потому что она сохраняет немножко в другом формате я уберу все но мы их подобавляем выглядит это следующим методом для того чтобы полноценно работать нам необходимо создать файл да то есть видеть все инструменты рабочую зону поэтому можно либо открыть текущий файл существующий либо создать его обратите внимание что стандартный интерфейс в принципе то есть горячие клавиши точнее они идентичны то есть control n это открыть создать control o это открыть не отличается от производителя мы можем использовать постоянные чертежа фрагменты и детали то есть 2d эскиза эскиза с чертежом то есть с рамкой как это делает например solidworks drawing и детали в 3d также есть определенные шаблоны которые уже проектируют и устанавливают определенный формат в виде рамки например а3 а4 а4 то есть они добавляются сюда в эту папку вы можете добавить уже свои определенные записи то есть заполнить под ваше предприятие либо учебное заведение что вам нужно вот и подготовить данное данную конструкторскую документацию ну мы поработаем сегодня с созданием деталей выбираем деталь нажимаем ok собственно запускается вот такой вот такая часть программы где верхней части вы видите на панель в которой можно получить доступ ко всем функциям всем операциям вот а внизу устанавливаются определенные такие тулбары то есть инструментальные панели которые уже работают с определенными отдельными функционалами при этом нажатие правой клавиши мыши как и в любой другой программе настраивает интерфейс то что вы хотите видеть например компактную панель которая поможет нам производить построение геометрии и траектории в 2d в 3d сюда можно добавить кнопки и расположить ее в какой-то удобной форме то есть мне нравится когда она находится либо здесь либо сверху при этом я могу ее присоединить сюда вот и система ее запомнит если мне не нужна информация о текущем состоянии то я ее просто не добавляю в эту зону тем не менее я имею к ней доступ потому что могу получать ее из панели инструментов то есть вот здесь и выводить ее присоединять куда-то либо и не использовать ее в принципе вообще если мне не нужно ее если мне не нужно использовать этот функционал например вот геометрия у меня выведена я могу использовать такое построение потому что она включена размеры у меня не выведены а могу их вывести отдельно и куда-то установить куда мне удобно то есть настройка интерфейса осуществляется как в любом продукте как в любой программе насколько вам это удобно горячие клавиши также идентичны теперь давайте посмотрим у нас есть определенное такое дерево модели да конструкторское дерево в котором конструктор дизайнер программист чпу если он работает с системой системой 3d подготавливает определенную деталь для последующей обработки в системах кам ну либо на этом и заключается его процесс работы если нам необходимо просто сохранить этот этот деталь эту деталь в каком-то из формата формата сохранения соответственно может быть либо деталь компас 2 3d либо шаблон компас детали обычно это 2 3d не менее есть возможности экспорта напоминаю вам что мы работаем с версией lt то есть облегченный для учебных заведений либо для домашнего использования которая отличается от промышленной версии определенным определенными функциями вот и если мы зайдем опять в справку и откроем содержание эти функции мы можем найти вот тут ограничение версии и посмотреть что именно мы не сможем здесь сделать вы видите что общие характеристики системы и основное отличие этой программы заключается именно в поддержке типов документов с которыми она может работать например мы можем построить в формате 3d объемного какого-то тела деталь и сохранить ее только в формат m3d то есть только в формат компаса тем не менее в случае использования этого продукта профессиональной версии то есть не облегченной alt мы можем экспортировать документ в такие форматы как например stl либо parasolid либо ijs то есть там где используется 3d типы файлов переменного типа которые могли бы открываться либо импортироваться в других системах ну включая и кат системы если же мы построим большую какую-то модель в версии lt-компас сохраним ее в формате например именно компаса то получится так что мы не просто не сможем ее импортировать в какую-то камп-систему ну и получается что для учебных целей и для ознакомления эта программа нам подошла бы а ну а использовать ее на производстве не получилось бы потому что мы фактически не можем ее использовать да и не можем взять из нее файл который дальше превратился бы в управляющий программ после создания файла перед нами есть дерево модели как было указано ранее которое состоит изначально координаты то есть точки origin то есть пересечения всех планов либо плоскостей плоскостей собственно относительно которых мы работаем и осей которые находятся внутри данных пересечения внутри данных плоскостей и выходят из начальной точки координат как раз направления xy xz если вы помните предыдущее занятие это было когда solitox вчера мы рассматривали программу в которой в принципе конструкция дерева дерево модели там было только на английском языке ничем не отличалась от этой то есть у нас деталь начало координатной системы плоскости xy xz и ось x xy и соответственно начало координатной системы все остальные операции и эскизы они также будут в этом дереве добавляться при этом мы можем их я не показал эту функцию мы можем переводить все текущие операции за вот эту черту за вот эту линию и делать их suppress невидимыми неиспользованными но при этом не удалять эти эскизы либо эти например объемные тела можно ли использовать здесь объемные тела да конечно то есть есть точно такие же функции как операция выдавливания деталь заготовка придание толщин вырезание выдавливанием скрув отверстия и так далее то есть это полнофункциональная 3d параметрическая система твердотельного моделирования да которая не опять же не является подобием таких программ как например 3d max либо за браш либо зебра или блендер например либо риносерос да который использует норпс поверхности и файл формате оптш объект который можно например экспортировать в stl это программа наподобие solidworks и вот она очень напоминает и похоже на solidworks тех кто не работал в компасе работал в solidworks например увидят в этом общую большую разницу скажите реально solidworks функциональный компас если вы считаете что вы любите соито стоит ли присутствовать на этой лекции ну я не знаю не могу сказать не то что я люблю solid абсолютно мне и компас нравится насчет стоит ли присутствовать этой лекции ну я думаю что 30 где-то минут нам еще нужно я думаю что это не повредит в любом случае относительно функциональный нет конечно не функциональный solidworks более функциональный поэтому посмотрите исходя из вашего времени стоит ли это делать максимум посмотрите в записи давайте что-то подчеркнем то есть у нас есть определенная плоскость относительно которой можно начать для того чтобы работать более удобно нам нужно опять же расположить эту оптость параллельную плоскость параллельно нашему экрану то есть отобразить относительно нормально к то есть нормально к нашей плоскости по нормале нажимаем нормально к и вы видите что она переворачивается в любой момент мы можем наблюдать текущую зону рабочую зону текущую область работы и вот эту иконку она показывает там направление осей ну и показывает нам что x направлен вправо y направим вперед что и обозначает и вам хорошего вечера до свидания он показывает нам направление вы можете видеть что мы работаем действительно в плоскости x y да то есть в виде стоп вид сверху что-то нарисуем для начала для того чтобы построить операцию 3d например использование выдавливания как видите недоступно и выдавливание вырезанием и недоступно выдавливание в общем то есть чтобы получить объемное тело почему потому что как и в случае solidworks мы не имеем эскиза сначала мы чертим эскиз устанавливаем параметрические размеры либо устанавливаем сразу конечные размеры которые должны быть и после чего уже выполняем вот эти функции фьючерс то есть функции в данном случае выдавливание бабушки то есть получение объема посмотрите видите вы Продолжение следует...